Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всем я вам желаю всякого блага, всякого счастья, добра, мира, любви, терпения в душу вашу, в дома ваши, в семьи ваши, чтобы все у вас было хорошо. Хорошо. Мы когда с Сашей, с братцем переписывались по поводу вегетарианства, вообще моего того ролика последнего, ну не последнего вообще, а последнего, ну короче вы помните, да, где я со свинюшкой с головой показываю, что убивать животных это огромный грех и вред своей душе, самому внутреннему человеку. Убийство еще никого не делало счастливым, а совместное убийство и еще больше вред наносит. И вот Саша там употребил вот это про, ну как бы немощных верий, не боишься ли, что вот как бы сломаются, так ли надо делать, там свой пример привел. У меня вот, когда мы с ним переписывались, мысля сразу возникло по поводу того, что надо все-таки прямо на эту мысль тоже поговорить. Я решил записать ролик. Вы знаете, вот что такое немощные вери? Да, у Павла есть такое словосочетание, мы его надо любим употреблять, его можно употреблять, да. А Господи сказано, что я, вы же знаете, я, как я писание-то почитывал, я прекрасно знаю все эти места. Да, Господь где говорил, а Господи даже сказано, да, что трости надломлены, не переломят, льна еле дымящегося, не угасит, не затушит, да. Да, так и есть. Я вам обещал, и когда-нибудь мы это сделаем, как я вам говорил, мы для себя, я даже это делаю для себя, для других, мы соберем обычно, ну я соберу для вас, для себя, обязательно страничку на сайте, где будут все места полноценными эпизодами из Евангелия взяты, как Иисус поступал с любящими, да, так скажем, его. С посторонними известно, как он благотворил всем и каждому, с врагами тоже я частенько говорю, а вот насчет любящих как-то всегда я тут упустал, упускал момент, единственное, очень любил всегда, вы знаете, показывать и вспоминать тот случай на прощальном ужине, где Господь, дабы усмирить их эту гордыню превозношения друг над другом, когда они вечно кичились, кто из них больше, кто меньше, умыл им ноги, да, как последний раб в доме Господина. А вот о других местах, ну понятно, у меня есть полный круг чтения Нового Завета на канале Христолюбиблии, чтения иных писаний, там я об этом, конечно же, говорю, но вот так концентрационно, или чтобы быстро доступ получить, знать все эти места, ты же самый будешь, ты должен либо хорошо знать Евангелие, я соберу такую страничку, мы увидим, как Иисус, знаете, совсем, так скажем, не по-любвеобильному, так скажем, я бы сказал, в понимании грешном, поступал со своими любящими его людьми, вплоть доходит до мамы, мы помним, да, вот, как он это делал, я, конечно же, это соберу, но вы знаете, когда вот в духе вот этого именно, мы сегодня же разберем конкретный случай, и я не претендую никогда, знаете, на истину всеобщую, что это вот вообще истина, это для меня истина, я, как по словам Иисуса, как он заповедовал, творю и учу, я сам пытаюсь познать истину, причем на практике, никакую теоретическую, вы знаете, прочитал и тоже там передал, нет, именно вся жизнь евангельская, я пытаюсь ее претворить в своей жизни и этим опытом поделиться, и считаю, что это очень важно, именно это и есть, кстати, одна из первых, так скажем, фундаментальных заповедей Иисуса, сначала сотворить, а потом научить, твои слова без дела ничего не значат, Иисус об этом прямо сказал, вот, здесь то же самое, по поводу немощных верей, понятно, можно разными, я всегда говорил, оправдать, вы перед этим видели ролик недавно, я записывал, что иерархия познания истины, она не от бумажки, совсем не от бумажки, бумажка на последнем месте, Павел об этом прекрасно сказал, до чего достиг, в том и живи, да, ты живешь все равно главное, ты живешь так, как ты понимаешь, да, это главное, вопрос, ты с собой честен или нет, вот как тебе Бог открывает на сердце, Причем, кто-то все время, мне вот эти вопросы, я сколько слышал, лично, в абстрактные, там, в толку, так скажем, у других проповедников, типа, ну, как же вот слышать голос Бога, Господи, да просто то, что ты понимаешь, вот ты сейчас на сегодня почитаешь святостью, благостью, так и поступай, Бог всегда тебе говорит, ты его голос всегда знаешь, ну, кто хочет его знать, тут опять простая цепочка, ты хочешь, если Бог тебе даст это знать, И ты всегда будешь этот чувствовать голос теплый, любящий такой, он говорит, вот так не делай, вот так поступи, это твои мысли как будто будут, но ты же понимаешь, что эта мысль, это дух ее, это дух любви, тепла, заботы, радости, мира, ты всегда эти мысли Божьи будешь чувствовать в себе, вот и все, очень все просто И в Евангелии в том же самом, ты можешь найти случай, лишь похожий на этот, и взять все на вооружение, хотя я говорю, тебе другой, если вы будете от писания друг с другом, спорить, что-то выяснять, ты сам будешь, там есть порой места, казалось бы, противоречащие друг другу, и вот именно, кто-то захотя тебя приткнуть, может взять другое место, но оно не подходит, и оно не подходит лично тебе, если ты его, зная, тем более, не принимаешь, это очень важно, каждый должен жить в том, чего достиг, Это когда нас касается какого-то личного, когда мы судим кого-то, мы не знаем, до чего достиг этот человек, вот, а в общем, да, вот и я сегодня, я не в смысле там нашу с Сашиной беседу сюда приплетают, что это лишь повод, мы с ним там в мире беседуем, так скажем, пытаемся вот именно оба в этом плане, для каждого из нас уже в частном прийти до какой-то истины, но я нашу с ним, когда мы часто переписываемся, вот действительно, все мои проповеди, они все равно связаны с моей личной жизнью, конечно же, я хотел сказать, и вот вы знаете, касается, получается, мы сегодня разбираем частные случаи, это убийство животных ради своего чрева, и проповедь этого является ли это соблазном, там, тем более для верующих, для христиан, причем в такой жесткой форме достаточно, да, в ультимативной, как я этот ролик записал, вот вы знаете, в, я не интересовался даже где, есть такой памятник, вот, несущего креста, да, и есть, я не знаю, специально там кто-то родители сделали свою девочку, наверное, а может чужого ребенка случайно кто-то зафотографировал, о ней я поговорю позже, а сам этот памятник я даже не знаю где, ну, в каком-то городе, в какой-то стране поставили, я сейчас даже перед роликом не стал тратить свое время, в этом плане, кто знает, можете ли поинтересуетесь, найдете, можете в комментариях написать, мне что-то не хотелось на это уделять время, сейчас не тратить или посвящать, неважно, ну, в неком городе мы видим, есть такой памятник, и даже девочка помогает, так скажем, нести этот крест, да, этому несущему, вы знаете, вот это я все говорю с улыбкой, а вот теперь мне хочется сказать опять жестко, вот знаете, родные, когда зашла речь об этом убийстве животных, ультимативном, вообще непозволительном для христианина, я считаю, мне хочется сказать, слушайте, я на вас что, крест положил, вы немощные в чем, верь, вы уже что, придавило вас крестом, что ли, вашим, вы знаете, мне Господь, когда Ирум и Саша переписывались, потом мне положил на сердце только одной, вот эти, так скажем, из эпизодических мест о любви к любящим Иисуса, как бы проявляемым, и даже посторонним, вот так скажем, знаете, мне Господь на сердце кладет только одно место, я говорю, вы можете, конечно, приведите там противоположное, это неважно, я вам приведу одно из известных очень мест, как хочется сказать, так, знаете, аллегорически, или как-то отстраненное, расскажу вам сейчас одну историю. Идет Иисус, к нему подходит некий человек, нам даже не написано, ну, где-то считается, что это юноша, потом сказано, но непонятно, в разных евангелиях синаптических немножко по-разному описаны события, возможно, были похожие события, возможно, это было один раз просто разные евангелисты, тем более, некоторые, как Лука, писал евангелие лишь по тщательным исследованиям, не будучи, не являясь очевидцем тех самых событий, и мы по-разному читаем, но там не суть важна, там эти разногласия минимальны, и лишь нам приоткрывают и дополняют суть вещей. Но суть такова, идет Иисус, к нему подходит некий человек, это с моего сайта, все увидите на экране, я взял смартфон, я все-таки лежу на диване, чтобы поудобнее было, я хочу все-таки дословно прочитать. Идет Иисус, к нему подходит, написано, некий человек, подбежал, подошел в разных по-разному, упал перед ним на колени и спросил его, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Он еще не сказал благо бытие, благую счастливую жизнь, он не сказал, что мне сделать, чтобы стать богом или совершенным. Он говорит, что мне сделать, лишь наследовать жизнь вечную. Вы знаете, как я всегда говорил, жизнь-то она разная, и мы все это по жизни знаем. Можно жить последний кусок без соли доедать, а можно в сыре с маслом и медом помазывать, купаться, да? По-разному можно жить. Жизнь вечная, как протестанты за это черно-белое спасение цепляются, это не Иисусово учение, абсолютно. Жизнь у человека всегда разная и в этой жизни, и в посмертной, как ее называют, и в воскресшей. Жизнь вся, и жизнь, плоды у всех будут разные, об этом сказал Иисус. И мы по жизни это знаем. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не убивай. Давайте начнем с первой. Не убивай. И не важно, что потом вложил в нее Моисей. Кто знает, прекрасно, от начала сотворения мира, мир каким был создан. Разве Господь создал мир, чтобы мы убивали животных? Чтобы мы их в клетки сажали, лишая свободы, издевались над ними, там цирки, представления устраивали, охотились на них. Разве таким Бог создал мир? Нет, не таким. Совсем не таким. Господь ему говорит, не убивай. Вот я вам сейчас говорю тоже, не убивай животных. Так. Не прелюбодействуй, не кради, не разосвидействуй, не обижай никого, не обижай животных. Почитай отца твоего и мать. Он же сказал им в ответ, учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Ну, в других Евангелиях написано, если хочешь быть совершенным, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. Он не говорит, что ты иди за мной. Он говорит, не, подожди, прежде чем пойти за мной, пойди, продай все, что имеешь, продай это все, раздай все это кому. Ну, пастырем, церквям, попам, нет, нищим, нуждающимся. И будешь иметь сокровища на небесах. Он не говорил, веруй в меня, в Иисуса. Веруй в яка Сына Божьего и спасешься. Чтобы иметь сокровища на небесах, нужно, оказывается, все продать, раздать это нищим, то есть оказать любовь людям, ну, которые в ней действительно нуждаются, а не 335-ю машину пастору покупать. Нищим надо раздать, нуждающимся людям. И будешь иметь сокровища на небесах. Независимо, веришь ты в Иисуса, не веришь. А небеса это где? Царство небесное внутрь тебя есть. Значит, оказывается, царство небесное доступно всем, а не верующим в Иисуса. Оказывается, чтобы получить сокровища на небесах, не обязательно верить в Иисуса. Оказывается, нужно что сделать? Научиться любить. Делами. Делами научиться любить. А что потом Иисус говорит? И только потом приходи и последуй за мной, взяв крест. Слушайте, а вы в курсе, что произошло после этой удивительной истории? Нет? Давайте почитаем. Удивительная история. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он даже не подумал с Господом поговорить. Господи, можно я часть продам? Можно я половину продам? Ну, 70%. Ну, можно чуть-чуть оставлю? Мы будем ходить, у нас хотя бы кусок хлеба будет. И мы будем спокойно ходить и проповедовать. Можно? Нет. Он ни рубля не захотел расстаться. Ни с рублем. Он никого не убил. Он ничего, ему красит, и у него полно всего. У него наследство большое от мамы, от папы и так дальше продолжается. Ну, люди на него пахают, понятное дело. Почитал, естественно, отца и мать. А как же, богатые родители. Зачем с ними ссориться? Ну, все он делал. Да, не крал. Да, не обижал. Ну, как не обижал? Ну, не обижал. Заработал, получи. Че, делал, делал. Он же свидетельствовал. Да ему не надо, он ни в какие склоки не лез. Это дает жизнь вечную человеку? Нет. Слушайте, я вот когда, я почему говорю, когда с Сашей мы переписывались, у меня в сердце такие мысли все время. Слушайте, я когда говорю не об том, что не надо убивать, призываю животных, я на вас какой крест возложил, великий? Я вам сказал продать все в жизни своей. Я вам сказал от чего-то своего такого, знаете, вот такого нужного оторвать. вот это богатство принадлежало, он же не сказал, что у него неправедное богатство. Ну, вы знаете, потом Иисус рассказывает как-то, а, мы с вами дочитали, чем это закончилось? Ну, по-моему, я сказал, я же что-то запамятую. Ну, да, я же вам сказал. Да, и он отошел от него. Иисус побежал ему вслед, вот за этим богатым человеком, юношей, неважно. Он сказал, ой, прости, прости, я что-то так много на тебя навалял, ты немощный еще, вери, ты вот не смог этого понести. Нет, нет, только будь со мной рядом. Разве Иисус так поступил? Вы знаете, очень показательный пример. Причем, я и говорю, я вам специально хотел привести, это даже не любящий его, это еще посторонний человек, он еще не христианин, он еще не идет за Иисусом, и он потихонечку начинает возводить на него ступеньку. Помните, как говорил, когда фарисеи укоряли учеников, почему они не постятся, Иисусу это высказывали, а он говорил, не время еще, пока Господь. Разве он и ученик Иисуса, он такое возлагает на него, представляете, он ему предлагает продать все, последовать за ним, продать все, раздать это нищим сотворить, научиться милостыни, и только потом следовать за Иисусом. А что еще, кстати, написано? Взяв крест. Поругание, поношение, бичевание. Слушайте. И причем потом ученики спросят Иисуса и подают, скажут, учитель, вот мы оставили все и последовали за тобой. Слушайте, так значит, все-таки, чтобы следовать за Иисусом, надо оставить все свои похоти? Он говорит, я христианин, но я не вегетарианец. Слушай, во-первых, я говорю, перестаньте употреблять это красивые слова. Я не ем мясо, я не могу отказаться от мяса, я не вегетарианец. Вы убийцы. Ты так и скажи, я не могу быть убийцей. Не быть убийцей, да? Я не могу отказаться от убийства. Ты говори прямо. А мясо, оно не падает с деревьев, оно не растет из-под земли, не появляется. Оно появляется у тебя на столе, только благодаря тому, что ты убил животное, либо оплатил это убийство. Что еще хуже? Оказывается, те, кто ходили за Иисусом, оставили все. А этот человек не оставил. Слушайте, я говорю, вот ты христианин, ты меня называешь братом, хочешь, чтобы я тебя называл. Я призвал тебя продать даже все. У тебя есть машина, квартира. Я на тебя много... Я тебя призвал сделать себя счастливым, не убивать животных. Ты поглощаешь энергию смерти. Ты причастен к аду. Я говорю, слушай, стань счастливым. Это я на немощных верю, что... И если еще воспринять, что я... Саша, я надеюсь, не обижаешься, я не к тебе сейчас это предъявляю. Ты как бы меня, может, попытался подвести к этому, я не знаю, ну, чтобы я об этом подумал. Ну, я, может быть, и тебе отвечаю более пространно, или в общем, я говорю, беру, если ты как бы это просто мне сказал, тогда я просто за основание беру такую пробу, потому что, возможно, и многие так думали. Я говорю, слушайте, а если ты еще и немощный, ну, хотя бы в вере, то есть ты ученик Христов, потому что ты ходишь за Иисусом, слушай, ты не оставил самого тяжкого. Ты не убей, не укради, не обижай, ты не соблюдаешь. Ты убиваешь и обижаешь. Я говорю, все эти цирки, там, зоопарки, все, охоты. Если вы в этом участвуете, если вы даже молчите об этом, вот, с человеком, это нехорошо, мягко скажем, нехорошо, я уж не знаю, как говорить-то. Это немощные веры. Это какой великий крест. Ты еще не взял никакого креста. Ну, скажите, пожалуйста, я что сказал, как Иисус? Ты так, перестаньте убивать животных, давайте все в Гринпи вступать, бороться с убийством. Я еще от тебя никаких активных действий в том ролике, я никого вообще не потребовал, ни к чему не призвал. Я еще не говорил, да, ты проповедуй, ты хотя бы сам сначала перестань делать зло. Отлепись от зла, конечно, потом надо сотворить благо. Ты отлепь, а я вам, кстати, скажу, это же цепочка. Ты отлепишься, ты же начнешь так жить от избытка сердца, заговорят уста твои. И ты начнешь это проповедовать. Ты начнешь участвовать в этом. Ты уже лишний постик осудишь. Ты слово скажешь, сам исповедуешь. Отстань от зла и сотворишь благо. Уже отстанем от им зла и от избытка сердца. Из чрева твоего потекут источники воды живой. Отлепись от зла. Они и не текут, потому что ты зло. Что из тебя потечет? А трава я к чему призвал? Я говорю, защищать, бороться, все свои деньги положить на сохранение животного мира или еще что-то. В Гринпис ехать куда-то, защищать северным ледовитым бойню китов. К чему? Я еще пока ни к чему великому вас не призвал. Я как Иисус только спросил, ты не убиваешь ли или не крадешь? И не обижаешь ли животных? Если ты это делаешь, речь вообще не идет о том, чтобы продать все, так скажем, отречься все свое, пустить на благо еще этих дел каких-то, защиты животных, проповеди чего-то. Не забываем, что участие оно и словом, и делом. Ты можешь либо рублем это поддержать, любую акцию, кто-то за тебя это действует. Ты участвуешь рублем, участвуешь в благе этого человека. Иисус так и говорил, всякий напоивший чашей водой вот такого вот человека имеет награду общую с ним. Я говорю, я еще не призвал вас ни в чем участвовать в какой благих в этих делах, действительно. Я говорю, вы сами отойдите от этого. Это немощные веры христиане. Слушай, а в какой ты вере вообще немощен? Или в чем ты немощен? Ты немощен в том, чтобы не убивать? Да ты никакой не христианин. На тебе никакого креста не надо о себе мнить, что ты какие-то там кресты носишь или еще что-то. До этого тебе очень далеко. Еще очень далеко. Ты еще ни к Иисусу даже не подходил. И креста своего никакого не брал. Ты пока страдаешь. Если будешь страдать, потом тебе врачи будут точно так же лепить, что надо диетку взять. Ты пока еще только за свое, как Петр потом скажет, если вы за зло и страдаете, а что тут вы и страдаете, вы и должны получить должное наказание за свое зло. Ты пока еще никакого креста, ты еще к Иисусу не пришел. Ты никакого креста не несешь. Вот когда ты будешь страдать за это зло, тогда да. Ты будешь это проповедовать? Тебе вот так поносить будут? Ааа, там святоша не ест, он не пьет мясо там, да. Вот тогда ты понесешь крест за правду. А сейчас о каком речь? О каком следовании за Иисусом? О какой любви к Иисусу может идти вообще речь? О какой немощности в вере? Иисус побежал за этим человеком. Я почему, я с Сашкой общаюсь, ему сказал, слушай, если они ко мне прилипают кто-то и от меня отвалятся, мне это вообще никакого дела. Нет, я к себе никого не прилипляю. Я и не хочу, чтобы кто-то ко мне прилиплялся. Вся моя миссия и суть – это Иоанн Креститель, который вечно указывал на Иисуса. Вот он, не я Христос, вот он он, вот он он, Мессия, вот он вас научит жертвенной любви. На него смотрите. Ко мне не надо прилипать. А он кто? А он любовь. Учитесь любви у него. К любви прилипитесь. Не надо ко мне прилипляться. Что ко мне, прилипляться или от меня отваливаться? Да вы не… Он прилипнул к Иисусу? Нет, он отвалился сам. Он не захотел любви. Они не хотят любви, они от меня отваливаются. Я ей слава Богу говорю. Я не хочу с такими людьми ни на земле ничего общего иметь. Я помогу. По заповеди Иисуса. Как к любви к врагу только. Вот и все. Как к любви к нуждающимся. Тебя и забьют, и заранят. Как Иисус рассказал притчу. Я помогу. Я восстановлю твою жизнь, твою здоровье только для того, чтобы ты дальше убивал. Я это сделаю, как заповел Иисус. Потому что дальше ты будешь сам выбирать и сам за свои грехи отвечать. Я сотворю доброе дело. Я помогу тебе. Но я не хочу ничего общего делать вид с тобой. И как Иисус говорит, что я согласен на зло с тобой в одной помойной луже сидеть. Я нет. Я этого не собираюсь делать. Иисус. Обратите внимание на эту притчу. Иисус побежал за этим богатым юношей. Нет. Нет. И мало ли дело Он ему сказал сделать. Я говорю, обратите внимание. Я уже и то, и то, в принципе, говорил. Еще раз хочу сконцентрировать эти мысли. Мало ли дело Он предложил. Это не ученику Он предложил. Он не сказал ему, веруй в Меня и спасешься. Хочешь иметь жизнь вечную? Он сначала спросил, ты вот это хотя бы делаешь? Еще он ему не отвечает, будет ли он иметь жизнь вечную. Нет. Он говорит, ты вот это вот делаешь? Он говорит, да, делаю. Он говорит, слушай, ну давай. А вот это вот? Он ему ничего не ответил. Будет ли он иметь жизнь вечную, даже соблюдая, не прелюбодействуя? Ничего он ему не сказал. Он говорит, ну это я делаю. Он говорит, ну хорошо. Вот и я говорю, родные мои дорогие, давайте возьмем крест и последуем за Иисусом, проповедуя любовь ко всему творению. Но прежде надо сделать самим. И за это мы еще и поношение, и поругание будем терпеть. Вот тогда будем нести крест, пребывать в жертвенной любви, потому что не будем отвечать своим врагам. Слушайте, чтобы врагам не отвечать, их надо сначала нажить, а нажить их каких можно? Каким образом? Вы же понимаете, что я в хорошем плане, сейчас шутя так говорю, вот стать святым. Христиане ничем не отличаются от грешников, ну ничем, куда ни тыкни. Только прославляют Бога в своих собраниях, да и язычники прославляют. Да и он в доме может, вкушая пищу, хвалить небеса за то, что вселенную, за то, что она ему послала хорошего урожая. И что? И грешники делают то же самое. Ничего мы ничем не отличаемся от них. Вот, поэтому по поводу немощных верий, что такое немощная верия? Ну там Павел писал, я сейчас не хочу, вот именно взяв просто за основание эту фразу, сказать, как я думаю. В чем тут немощность-то? Вот он вам немощным верим. Он вообще ни в какой не верит. Подошел к Иисусу. Иисусу ему предложил нереальные вещи. Многие из нас еще и близко к этому пальцам не прикасались по 20-30 лет в христианстве. Он ему предлагает, он отходит. Иисус не сильно переживает. Вы думаете, я хочу тут Иисуса принизить? Нет, он все правильно делает. Бог есть любовь. Он предлагает человеку. Он проповедует истину. Выберет человек или нет. А то, что он у поголовки погладит, он будет в ад идти. Сейчас поглаженные поголовки. Разница в чем? Иисус предлагает ему совершенный путь. И он нам всем предложит. Христианин признан быть совершенными. До совершенства это не христианин. Это и язычники так поступают, и грешники, и просто настоящие люди с большой буквы Л или человеки с большой буквы Ч. Это еще не христианство. Христианин это совершенный. Это Бог и дитё Всевышнего Он. Вот кто такой христианин. Разве я предлагаю отказаться от убийства животных в ультимативной форме? Разве Иисус ему не в ультимативной форме предложил немощному, даже ни в какой не вере, вообще, постороннему человеку подошел? Он ему сразу на плечи такое положил. Я говорю, я даже специально хотел ролик, чтобы хотя бы с христианства начать. Ну, хорошо язычник грешник послушает, и слава Богу. Он может и Христа не верит, может от убийства откажется в этом мире, хоть где-то свет засияет. И это хорошо, меня слушают друзья, знакомые, одноклассники в социальных сетях. Может на кого-то подействуют, и слава Богу. Но я даже хотел, чтобы это с христиан, чтобы мы светить начали. Реакция какая? Нет, я не согласен. Это не возложение неудобо носимых бремен на плечи человеческие. Это проповедь любви в ультимативной форме, точно так же, как в ультимативной форме проповедовал Иисус. Говоря о любви к врагам, когда с ним спорили об этом, он всегда говорил, отойди от меня. Мы, видимо, уходят от него, он не бежал. Обратите внимание на этот случай, не важно, какие есть другие. На этот случай, посмотрите, Иисус не побежал за ним. Иисус не стал с ним торговаться. Слушай, ну ладно, я загнул про все, давай половинку продай. Я же шучу, а ведь это факт. Так что вот так вот. Ну вот, хотелось мне такое сказать о немощных вере. Да и нам какие немощные-то? Мы ничего не хотим. Ничего не хотим в христианстве. Заповеди евангельские, учения Иисуса. Для нас ничего не стоит, ничего не нужно. Призыв к совершенству. Так, заоблачная иллюзия Иисуса просто. Ну, сказал, ну делать нечего было. Нет. Любовь ко всему Богу сотворенная. Ой. Думай пониже. Нет. Они ничего не отвалились, эти немощные веры. Они никогда, они не хотели ничего. Они не хотят любить. Им это не надо. Просто не надо. Вот и все. Что, они от чего отвалились? Да они ни к чему и не были прилипленными. Ни к чему. Абсолютно. Надо просто задуматься, как раз был ли я, вот именно я. Я призываю их задуматься, вы к чему прилипли вообще? К смерти, к аду, к убийству или к Иисусу, к жизни, к любви. Подумайте, на какой вы просто стороне. Вот и все. Не вы никаким крестом не привалены, ни я вас никаким крестом не привалил. Поэтому, вы знаете, вот эта вот, я говорю, фотография, она очень хорошенькая. И где Павел писал, носите немощи друг друга. У вас никаких, это не немощи. Это злоба, от которой надо избавиться каждому, чем скорее, тем лучше. Причем для блага своего, вот и все. Когда у человека действительно настоящее горе, вот надо помогать друг другу, носить немощи друг друга. К согрешающим против себя, может быть, на какое-то время, можно быть тоже там, не знаю, курящий христианин, ругающийся матом. Немощный вере не может бросить. Я что-то не знаю, как это, не может он бросить. Ну, день я, ну хорошо, ну сколько ты будешь немощным? День, два, три, десять лет. Нет, ты грешник. Ты не немощный вере, ты грешник. Вот и все. Вы знаете, от настоящего греха, когда человек понимает, что это настоящий грех, он сразу отвлепает. Потому что грех – это злость человеку в самом себе. Я просто не хочу признавать грех грехом, вот и все. Я люблю грех. Но об этом я запишу отдельный ролик, я не в этом хочу сказать. Мы просто любим грех. И мы нашли себе две таблеточки. Одну в ортодоксии, одну в протестантизме. Ты грешен, грешен, супергрешен. Ну, поплачь о грехе и греши дальше. И второй вариант протестантизма. Грешен, грешен, но Христос своей благодатью все тебе покроет. Все твои грехи. И прошлый, и настоящий, и, как говорил Лютер, даже будущий. Все хорошо. Ешь, пей, веселись, греши дальше. Об этих двух таблеточках мы в следующем ролике обязательно поговорим. Но это ложь. И, как сказал апостол Павел, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Потому что человек будет получать должное воздаяние в себе самом. Потому что он делал, живя в теле, добрый или худой. Вот и все. Бог никого не судит. Бог – абсолютная любовь. Он не помнит твоих грехов, когда ты действительно каешься и меняешь свою жизнь. Зачем он будет вспоминать их? Их просто уже нет. Ты их изгладил тем, что ты изменился. Но Бог никаких грехов не покрывает, не закрывает. Они просто явны. Ты такой, какой ты есть. И это будет явно всем. При первом воскресении так называющих верунов. И там будут разные веруны. Одни действительно, которые жили по своей вере, и которые лукавили. Вот и все. И одни получат радость, а другие – позор. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Всех по-братски обнял, поцеловал. Не обманывайтесь, мои дорогие. Действительно, познайте истину и всячески понуждайте себя по ней жить. Это и есть жизнь христианина. Евангельская жизнь настоящего ученика Христова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok